и Швеция. За командой Великобритании Конрад Уильямс, Найджелли Вайн, Дуайн Кованс и Джек Грин. Ну, естественно, почему бы не проверить себя в эстафете, особенно швейцарские бегуны на 400 метров готовятся. Ну, я думаю, прежде всего к чемпионату Европы. Ну, я думаю, тут все команды готовятся к чемпионату Европы. Нет, 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 это я имею в виду прежде всего. То есть, наверное, говорить об олимпийских надеждах команды Швейцарии, наверное, не приходится, да? А вот к чемпионату Европы есть смысл. Эстафеты очень важны, и в таких соревнованиях очень здорово, когда есть возможность набрать по 4 человека от страны, чтобы порепетировать как раз вот перед основными стартами. Не так часто, где ребята могут бегать, все-таки больше на официальных стартах и на национальных первенствах. Но национальных первенствах они выступают все-таки командой не за страну, поэтому, как-то я мудренно все это рассказала. Сама не поняла, что сказала. Не, ну, можно еще раз повторить. Я повторю, да. Ну, в общем, мало мест, где можно побегать эстафету, и, конечно, это хороший шанс для... Британия привезла, смотрите, сильная команда, все-таки ребята нормальные. Я думаю, Германия, сборная, шведы. Бельгийцы могли бы, кстати, тут тоже выставить своих братьев Барли. Хотя, я думаю, они такие уже набеганные, знают там те нюансы бега. Но все равно это очень важно. Передача эстафетной палочки. Говорят же, что в команде не 4 человека, а 5. Пятая – это эстафетная палочка. Ну, особенно это, конечно, важно в короткой эстафете, 4 по 100 метров, где передача имеет огромную роль. Здесь в эстафете, в длинной эстафете, конечно, все чуть попроще. Ну, и здесь бывает, что теряют палочки. Поэтому, конечно, передача эстафеты очень важна. И вот я знаю, что в российской сборной как раз очень много уделяет именно этому внимания. Именно эстафете. Передача эстафеты. Итак, сборная Швейцарии 2, потом сборная Швейцарии 1. Германия, Британия и Швеция стартуют здесь. Ну, вот ведь какое, например, правило участия для эстафетных команд? Только 16 команд будут. По результату. Да, имеют возможность. И причем даже не один результат, а по-среднему из двух. И 19 июня уже нужно, в общем-то, представить. Закрывается, да. Поэтому, собственно, видимо, ради этого и проводится на этой эстафете. Ну, а где вот им еще показать? На чемпионате Европы, конечно, можно показать результат. А второй результат вот где показать? А это уже будет пост... Где чемпионат Европы-то? Я имею в виду, он будет в июле, а 19 июня уже закрывается. Собственно, уже все... Вообще, заявка на Олимпийский разогревается, по-моему, 11 июня. Нет, я про чемпионат Европы говорю. А, про чемпионат Европы. Я про чемпионат Европы. Ну что, на втором этапе за первую команду Жоэль Бугундер Швейцария, Джером Биллон, за команду Германии Александр Юрецко, Нанджел Левайн за Великобританию и Феликс Франсуа за Швецию. Британцы, в общем-то, как ожидалось, лидируют. И немцы по второй позиции. Да, сборная Германия на втором месте, да. И швейцарцы там, не знаю, мы первая или вторая команда. Ну, наверное. А, команда А, первая, все-таки, да, команда. Левайн сейчас передаст палочку Дайну Кованцу. Обратите внимание, как передают палочку. Кто-то сверху кладет, кто-то снизу кладет. У всех своя техника передачи. Ну, может быть, здесь вот не самые сильнейшие в команде Германии или Британии, но я имею в виду, как раз, хозяевам-то очень хорошо. Есть за кем потянуться и показать результат. Хотя парень там явно натыкается, швейцарец, я имею в виду, уже можно было выходить ему. Он что-то стесняется. Ну, вот на последней прямой, может быть, если и будут силы. Ну, если будут силы, а тут еще попробуй выйди, ты же в коробочке здесь сидишь. Ну, старается. Он сейчас чуть-чуть приостановится и уходить вправо, вот то, что он и делает сейчас. Это вот как раз не именее опыта. Вот для этого и проводятся эти соревнования. Потом будет разбирать по видео, как он бежал, и ему тренер все ошибочки его укажет. Джек Грин за команду Великобритании, и Константин Шмидт, молодой спортсмен 96-го года. Ну, а за команду Швейцарии Сильван Луц. Ну, а представьте, Швеция, посмотрите, что делает он здесь. А это Эрик Мартинсон, тоже 96-го года, молодой парень. Технично он так перешел напрямую, очень технично все сделал. Интересная борьба, а немец остался четвертым, неожиданно. Ну, главное, чтобы у Шведа сил хватило, он там на той прямой это силы выложил. Ну, Джек Грин хорош, уходит сейчас от соперников. Из трех минут не выбежали, но результат неплохой, кстати. Хотя... 3-0-6. Да, 3-0-6-9. Ну, а Швед, видимо, отдал все в начале, в дистанции. Все силы на той прямой, да, раньше времени. Очень важно разложить в эстафете силы. Ну, на своем этапе, в смысле. Конферк Вирц мелькнул сейчас на экранах, сидел он в зрителях, вы помните, да, это экс-президент Европейской легкопедической ассоциации. Много лет он был президентом, и вот в прошлом году выбрали, его переизбрали по... И сейчас у нас новый президент Европейской легкопедической ассоциации. Ну, пока смотрим повтор. Собственно, здесь все понятно. Еще одно объявление нужно нам зачитать, что телеканал Евроспорт-1 зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ номер ФС 7 и 7, 59-264. Телеканал Евроспорт-1 HD зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ номер ФС 7 и 7, 59-271. 1 ну что ж хорошего хорошо очень пробежал джек грин в общем то мы то знаем его специалиста как на 400 метров с барьерами но здесь он не бежал свою дистанцию а вот в эстафете показал что запас скорости не очень и очень хорош барьеристы очень часто бывают их включают в составе когда это верно нашу наташу антюх которая выигрывала и юлия печенки нас постоянно и вот девчонки включают их состав у них очень высокая скорость на гладкой дистанции в том числе причем в эстафете они лучше бегут чем они являлись в виде на 400 метров и амиры такой адреналин прет что тебе не бежать быстро невозможно ну вот эти результаты показан 3 на 6 19 и по 3 7 3 3 команды следующие так ну что